Зорко одно лишь сердце Мы привыкли относиться к ним с жалостью и сочувствием, но они живут полной и яркой жизнью и часто могут рассказать нам, зрячим, что-то удивительное. Это реально другой мир, это другой мир, и он не менее интересный, и абсолютно другие ориентиры, другая безопасность, другая физиология, по-другому хлеб режешь. По-другому двери ищешь, по-другому по улице ходишь, абсолютно по-другому, но это очень интересно. Можно ненадолго попытаться пожить их жизнью, попробовать ощутить этот мир на вкус, на слух и на ощупь. Пространства вокруг стало больше. Знаешь, мне кажется, что я не в городе, а где-то на какой-то бесконечной аллее невероятного размера, масштабов, шириной. Нет высотных зданий, ветерок. Я практически где-то в правильном мире на самом деле сейчас нахожусь. Вот такие ощущения. Это непросто расстаться с миром красок, но перед тобой открывается мир ощущений, мир звуков, особенный и прекрасный. Вот эти вот ощущения собирать, это очень важно, мне кажется. И вот, кстати, как раз к разговору о завязанных глазах, да, то есть, а люди часто в этом живут и говорят, да я в этом городе, да у нас тут вообще захолустье такое, тут ничего нет. Я говорю, да как я приехал тут, вот ничего не вижу, мне так нравится, тут все здорово. Неудивительно, что люди, открывающие для себя альтернативную реальность, научившись жить в мире без зрительных образов, часто становятся недурядными творческими личностями. Среди великих слепцов – писатели, композиторы и музыканты. Гомер, Джон Мильтон, Хорхе Луи Борхес, Георг Фридрих Гендель. Слепые люди подарили нам не только великие произведения искусства. Многим изобретениям современности мы обязаны именно им. Например, ставшие популярными аудиокниги появились изначально именно для незрячих людей. Правда, записывались тогда на магнитофонные кассеты. И часто одна книга была записана на десяток кассет. Зато с появлением цифровых технологий стали доступны многим и приобрели популярность среди зрячих людей. Полноценным человеком делает только эта работа, какая-то деятельность. К сожалению, ни нашим, ни заграничным инвалидам не показывают таких инвалидов вживую. Где-то, может быть, по телевизору, тоже редко таких видно. Почему-то они где-то в тени, а они есть и у нас, и у вас, и за границей. И мы показываем живые примеры, что ты действительно можешь абсолютно полноценно жить. И это помогает инвалидам в сто раз лучше, чем доступная среда, чем какие-то материальные там помощи. Новинки техники позволяют незрячим и слабовидящим людям лучше ориентироваться в мире. Существуют специальные компьютерные программы, позволяющие им набирать и редактировать тексты, общаться в сети, быть включенными в современное медиапространство. Разнообразные гаджеты, трость с GPS-маячком, позволяют с комфортом передвигаться и приспосабливаться к окружающему миру. Конечно, мы никогда не сможем пережить того, что переживают эти люди, но мы всегда можем подать им руку и пройти вместе с ними несколько шагов в темноте. К ним навстречу. Организация «Белая трость» благодарит Ковровый центр Енисей за содействие в развитии проекта. Субтитры создавал DimaTorzok